Ты мне помогать пришла? Клянчила у меня корм, сушку не хотела есть. А сейчас вот, надумала, ест. Так, ребят, чем я сейчас занимаюсь? Вот, смотрите, значит, это наша входная дверь на улице. И она местами стала отколупываться. Так, это не смотрите, это я уже реставрирую. Вот, посмотрите, как она стала отлетать. Вот в ребрах, видите, вот здесь, где ребро, вот здесь, отлетела внешняя вот эта декоративная, я не знаю, что это такое, пленка, не пленка, наверное, пленка. Дверь очень дорогая, я уже узнавала, как ее отреставрировать. Оказывается, в общем, оказывается, у этих дверей меняют вот эту всю лицевую панель. Она имеет толщину определенную. И, в общем, нужно полностью все менять. Но такую дверь уже нам не купить, потому что она арочная. Сейчас выпускают двери, даже вот эта же фирма, она выпускает просто прямоугольные двери. У нас арка. Вот эта дверь очень дорогая, очень дорогая. Мы ее еле-еле нашли. Это было, наверное, 7 лет назад, вот здесь, в Сербхове. Сейчас вот с этой аркой проблематично найти. Ну, мы так придумали вот в свое время вход сделать арочный. Да, вот не делайте так. Делайте обычный прямоугольный. Вам будет проще дверь менять. А у нас арка. Во всех вот этих местах, где, видите, начала вот так вот трескаться, я сделала шпаклевку. Вот кисточкой тонкой нанесла шпаклевку. Она уже высохла. Она быстро очень сохнет. Вот. И так как у нас дверь тонирована под золото, то есть, вот эти вот все, то есть, отделка есть золотом, вот, я купила краску, вот такую, значит, перламутровая, акриловая. Разводится водой, но она влагостойкая для нарушенных и внутренних работ. Вот. Под золото. Вот. Кто заинтересуется, значит, вот, пожалуйста, вот так она называется. Эта краска стоит она 200 с чем-то рублей. Я уже не помню. Я в строительном магазине в нашем местном покупала. Вот. И так, и вот этой краской перламутровой я буду декорировать дверь. Я купила краску Престиж шоколадного цвета. Вот. Развела немножечко водичкой, потому что она, когда новая краска, она такая тягучая очень. Вот. И в один слой покрасила дверь. Вот. Дверь стала вот такая. Очень тяжело, конечно, вот в этих местах прокрашивать, около решетки вот этой. Пришлось кисточкой. Вот. Так что дверь теперь будет выглядеть вот так. Но это не окончательный вариант. Сейчас я буду проходиться второй, вторым слоем валиком. Вот здесь была голова льва. Вот она она. Я ее открутила. Вот здесь вот она была. Надо ее почистить, натереть. И я ее прикручу обратно. В общем, вот такие дела. Значит, смотрите. Когда я пройду... Сейчас еще один слой. Так. Я одной рукой снимаю. Поэтому мне немножко неудобно. Я потом наверх залезу, уже без камеры, и буду там красить. Вот. В общем, смотрите. Сейчас я делаю второй слой. Значит, это акриловая краска для наружных и внутренних работ. То есть она... Она влагоустойчивая. Вот. Вот так вот я аккуратненько... Если я где-то, допустим, испачкаю что-то, я быстренько тряпочкой сырой все это вытираю. Вот. В общем, девчонки, мальчишки, вот так сейчас покрашу. И потом, потом эту дверь я еще буду декорировать. А декорировать я ее буду золотой красочкой и тонкой кисточкой. Вот. Чтобы она была немножко интереснее, эта дверь. Вот второй слой уже хорошо ложится. При высыхании эта краска темнеет. Вот. Видите, вот здесь она высохла. Правда, один слой. А вот здесь второй слой. Ну, в общем, сейчас я докрашу все. И вам потом покажу. Дверь покрасила вторым слоем. И сейчас что я буду делать? Значит, вы меня просили показать и рассказать, как я буду освежать или реставрировать, что ли, кованые элементы. Значит, смотрите. Изначально вот кованый элемент на двери вот так выглядел. Я его первоначально немножко оттенила золотом. Попробовать просто. Мне не понравилось. Вот. И сейчас я решила черной красочкой пройти. Вот. В общем, слегка-слегка, не нанося слишком толстый слой, потому что мне хочется, чтобы вот этот кованый элемент был не прям гладко выкрашен, а именно был такой немножко как бы под старину, что ли. Вот. Поэтому я полусухой кистью, прям полусухой кистью, черной краской прохожусь вот по ковке вот по этой. Слегка мне хочется ее просто освежить. Вот. Я сейчас свое вот это художество пока закрашу, где я пробовала золотой краской. Я этой краской потом заново кое-где доработаю. Вот. То есть вот таким образом. Краски беру мало. Вот видите, я ее вот так сюда развозюкала. Вот. И я прям слегка-слегка кистью макаю, чтобы она была полусухая. Краша уже под вечер. Темнеет. Скорее всего, может быть, я не успею все сделать сегодня. Продолжу завтра. Я на улице. Вадик, я здесь. Интернет сделали, да. Так. Ну, в общем, вот так примерно. Примерно все вот так выглядит. Помыла вот эту голову, почистила и возвращаю на место. Кстати, вот такие головы льва продают в магазинах строительных. И вы можете свою дверь тоже украсить. Ох. Она крепится, вот видите, двумя шурупами. Ох. Нелегкая эта работа. Вот. Вот так. И вот эту штучку я тоже уже прикрутила. Это об нее стучать. Типа вот так стучать. Вот. Ох. Красота. Так. В общем, смотрите. Опять промежуточный результат показываю. Уже темно. В общем, я сейчас домой захожу и пойду в душ, потому что я... Я вся в краске немножко забрызгана. В общем, сейчас все это сохнет. Ой, мне прям уже нравится. Смотрите. Ну, дверь как новая прям, да. Вот. Значит, все это сейчас сохнет. Ночь. И завтра я буду, значит, вот золотой краской отделывать. Что я еще сделала? Сейчас я не знаю. Вам, наверное, будет не видно. В общем, я вот эту решетку тоже обновила черной красочкой. Вот. Так, покрасила все. Вот она сейчас тоже блестит. Она будет сохнуть. Ну, наверное, тоже до завтрашнего дня. Вот. Просохнет. Вот это я сделала ранее. Вот эти вот золотой краской покрасила вот эти перемычки. Вот. Завтра я вот эти перемычки обновлю еще золотой красочкой. И будет здесь красиво. Потом вокруг все помою. Почище стекло, которое за решеткой. Его тоже надо помыть. Я не стала мыть заранее, чтобы не разводить лишний раз здесь воду, влажность. Вот. Все здесь вокруг помою. Вот. И с обратной стороны у нас, видите, такие окна, бойницы узкие. Вот. Я здесь тоже покрасила решеточку. Вот. Покрасила. И вот эти вот перемычки тоже завтра обновлю. И вот, видите, пропустила. Да. Пропустила одну. Вот. В общем, завтра я уже буду доделывать все. Ну и, в общем-то, я загорелась с желанием. Но я не знаю, как все это сбудется. Идти дальше. Потому что краска у меня есть черная. И, скорее всего, я займусь всем крыльцом. То есть обновлю еще и вот эту решетку. Ну, раз уж делать, так делать. Придется, конечно, убирать отсюда все. Но ничего. Виноград стал плестись сюда. Вот. Так что работа есть у меня на ближайшие дни. Я красить люблю. Я готова перекрасить все. Мне только дай краску и кисточку в руки. Так. Сейчас утро. Как раз здесь светло. Хорошо. Можно дальше продолжать декорировать дверь. Значит, смотрите. Краску я размешала. Вот эту золотую. Вот. Как следует ее потрясла. Потому что она, ну, бывает, оседает немножко сама гуще на дно. Возьму крышечку с краской. Мне этого будет достаточно. Вот. И вот этой кисточкой, которую я фикс прайс купила вместе с набором. Вот этой кисточкой. Я, значит, буду... Солнце яркое. Прямо здесь. Вот. Я немножко обновлю. Чуток. Вот эти вот перетяжечки. Видите? То есть решетка была вся черная. Вот. Это у нас ручная работа. Нам кузнец сделал. Владимир. Вот. Вот так. Вообще, смотрите. Если у вас есть кованая решетка, и она полностью вся черная. Вообще вся черная. Вот. Мой совет. Значит, сначала ее все-таки черной красочкой обновите, если она у вас не свежая, как говорится. А потом можете купить вот буквально маленький пузыречек краски золотой. Вот. Значит, можно в интернет-магазине где-то купить маленькую баночку. Но маленькая баночка всегда будет стоить дорого. Знаете. И так что... Ну, мне большая-то вот не нужна. Потому что, видите, покраска-то идет отдельных маленьких элементов. Я же не всю решетку крашу золотом, да? Вот. То есть вот так вот кисточкой обычной. Вот. Кисточку лучше синтетическую брать. Вот эту дешевенькую любую. Вот. И, значит, вот так. И вот так я прокрашиваю. Вот эта краска разводится водой. Но, но, если вы ее разведете водой, она не такая будет, как бы, золотая, что ли. У нее пропадет вот этот блеск. Поэтому лучше ее не разводить. Так. Сейчас она немножечко потемнеет, высохнет. Ну, сохнет она быстро. Да. И вот хочу что сказать. Смотрите. И вы можете вот золотой краской обновить, значит, решетку. Может быть, вот кончики завитков вы покрасите. Может быть, я не знаю, какой у вас узор. Вот. Но если вы отдельные элементы просто вот выделите золотой краской, и будет совсем другой вид. Смотрите. Ну, уже поинтереснее, правда? Так. Сейчас я перейду вот сюда. Значит, здесь тоже я уже красила золотой красочкой. Вот. Но я просто хочу еще, как бы, второй слой нанести. Вот. Обновить. Вот. Вот сразу решетка заиграет. Сразу. Мне, например, очень нравится, когда вот золото, не обязательно золото. Вы можете серебро взять, смотря, смотря, что у вас там в окружающем интерьере. Может, у вас что-то есть из хрома, хромовое, серебряное такое. Вот. Вы можете серебро. Или есть краска бронза. Тоже будет красиво. Она такая немножко... Может быть, медную краску вы возьмете. Ну, в общем... Мне, например, нравится. Я люблю обращать внимание на детали. Вот. Поэтому мне вот так вот важно, когда в дом входишь и... И видишь красоту, как бы, ну, не созданную полностью своими руками, да? Ну, немножечко, можно сказать, усовершенствованную своими руками. Кстати, вот этот витраж я делала сама. Вот, который вы видите, вот там за стеклом. Потому что, когда нам ставили вот эти узкие окна, бойницы, то полностью всё было видно. Вот полностью лестница у нас вот там на второй этаж идёт. Всё было видно. А как закрыть, если бойница, а как их по-другому закрыть? Ну, в общем, вот я делала сама витражи. Это плёнка витражная. Вот. Так. Всё здесь я тоже сделала. Дальше. Теперь, значит, вот у меня высохло то, что я красила вчера вечером. И я тоже немножко её обновлю. Вот. Видите, здесь вот такая ковка. Что здесь можно обновить? Ну, можно чуть-чуть, чуть-чуть мазануть вот здесь, да? Вот эти вот пики. Ну, чтобы не было, вот, чтобы не было такого явно золотого, чуть-чуть можно, чуть-чуть можно вот так вот рукой вот как бы растянуть. Чуток растянуть. Вот. Вот так. Оно сейчас подсохнет, будет получше. Так, что ещё? Ну, вот эту вот мы сейчас, вот эту мы сейчас тоже подрисуем, да? Что можно подрисовать? Вот эти вот завиточки. Вот они. Их можно чуть-чуть, буквально пару штрихов, и будет достаточно. Не надо прям явно выделять прям золотой краской, прям явно, да? Немножко приглушённо как будто бы. Вот так можно сделать. Где ещё можно сделать? Завиточки же можно сделать? Можно, правда? Вот сейчас мы завиточки немножечко вот так сделаем. Вот, чтобы они казались пообъёмнее. Вот так. Вот. Уже лучше вот этот завиточек сейчас сделаем. Так. Так. О! Слушайте, так у меня дверь красивее новой сейчас будет, правда. У меня муж вчера посмотрел, говорит, слушай, здорово как. Дверь прям вообще шикарная. Ну, всё, что делается своими руками, вы поняли, не делается изначально с нуля, да? А к чему касается ваша рука, вот, оно должно быть, становиться лучше, что ли. Вот. Тут главное, знаете что, не переборщить. Вот. Не переборщить. Потому что нам не нужно вот этот вот такой, знаете, выпендрёшь золотом. Не надо. Нам нужно состарить, как бы состарить вещи. Так, ну что. Вот видите, уже получишь, правда? Уже получишь. Что можно ещё сделать? Мне вот хочется что-то сделать вот здесь в серединке. А в серединке я сделаю просто, просто рёбрышки. Вот прям слегка, слегка, просто рёбрышки. Вот так. О! Так, 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 так. Вот, вот, вот так примерно. Вот, размажем, размажем, вот так, да. Знаете, я уже прям сухой кистью практически это делаю. Вот, чтобы не было ярких, ярких таких вот штрихов. Вот так. О! Вот видите, пальцем чуть-чуть растираете. Получается такой очень интересный эффект. Смотрите, как преображается, правда? Из покрашенной ковки мы делаем старину. О! Так это шедевр же, ребят. Мне самой нравится. Вот мастерство не надо. Какое-то художественное мастерство здесь вообще не надо. Здесь нужно чувство вкуса. И желание. Больше ничего. О! Смотрите. Ой, ну прям бесподобно, слушайте. Сама себя не похвалишь. Никто не похвалит. Правда? О! Так. Вот так. Кстати, не бойтесь руками. Эта краска потом хорошо стирается. Вот так вот мы сделаем. Так. Мне кажется, хватит. Да? Хватит. Да. Не переборщить. Вот так. Все. Сейчас я буду этой же кисточкой слегка по всей двери прорисовывать вот эти вот ребрышки. Прям совсем слегка. Вот полусухой кистью. Прям совсем полусухой. Так. Давайте вот здесь попробуем. Вот здесь такие вот есть элементы на двери. Вот. И мы их сейчас... Вот. Мы их сейчас прорисуем. Вот так. Слегка. Все этой стороны тоже сделаем. Вот. Все. Больше не надо ничего. Так, ребята. Значит, я покрасила вот эту решетку всю. Вот. И сейчас я буду вот золотой краской опять же отделывать вот отдельные вот эти вот элементы. Потом покажу вам конечный результат. То есть опять же вот так полусухой кистью я выделяю отдельные... Отдельные элементы. Ну что, показываю вам конечный результат. Вот такая получилась дверь. Я немножко оттенила кое-где вот золотой красочкой, как вы видите. И я, значит, вот здесь еще все покрасила. Вот столбы. В общем, красила здесь на крыльце все кованые детали. И тоже немножко оттенила их золотом, чтобы гармонировала с решетками на окнах. И вот с этой стороны тоже. Сразу покажу. Значит, вот изначально дверь была вот такая. То есть внутри она хорошо сохранилась. Внутри. Ну, а с внешней стороны она вся пришла, конечно, в негодность. Поэтому мне пришлось ее и реставрировать. Ну, вот такой цвет подобрать невозможно. Даже если колеровать, то все равно, видите, здесь отделка какая. Такая золотистые такие штрихи. Вот здесь тоже золотистое все. Поэтому решено было не подбирать краску тон в тон. И вот эта дверь у нас еще есть ручной работы. Тоже кузнец там Владимир делал. Вот, значит, эта дверь была вся однотонная, коричневая. И я золотистой красочкой здесь тоже выделила некоторые элементы. Вот эти заклепки выделила. Вот они, они идут по всей арке. Ручку. Ручка была просто черная. Вот я тоже завиточки вот эти сделала золотистой краской. Ну, и получилось, получилось симпатично. Когда-то у нас вот эта дверь была входная. Когда-то. То есть мы планировали, что здесь будет вот такая глубокая арка. И там будет вход в дом. Но как мы не старались утеплить вот эту дверь. То есть мы внутрь пускали пену там какую-то. В общем, эта дверь холодная. Она металлическая. Она тянет на себя зимой холод. Вот. И мы после наших таких долгих мучений с этой дверью, зимой особенно, значит, вот заказали вот эту дверь дополнительно. И вот так крыльцо выглядит издалека. Вот теперь мне все нравится. Когда я куплю состав для нашего патио, скорее всего, я еще здесь, может быть, плитку покрою этим составом. Ну, если мне, конечно, эффект понравится, эффект мокрого камня. Потому что плитка темная, матовая. И когда ее помоешь, она такая вроде красивая. Вот. Но на ней очень видны все следы. Стоит пройти вот с грязными ногами здесь. И, в общем-то, конечно, все следы, все следы видны. Надо ее чем-то вот отталкивающим покрасить. Ну, в общем, вот так. Продолжение следует...